Привет! Расскажу, как прошел прошедший месяц. Тавтология получается, но так оно уж есть. Май прошел, это прошедший месяц. Как обычно делаю отчеты, я и делаю 100 раз в месяц, если стану немного ниже, вот ежемесячные отчеты. И в принципе, начиная с 4 месяца, я начинал рассказывать. Вот прошел месяц, и я отчитался, что и как прошло, что удалось заработать, чем занимался, и сейчас продолжаю в том же духе. И фактически 4 месяц был на самом деле первым, но я просто начал считать от той точки, когда мне пришла в голову идея сделать 100002 года, а не от того момента, когда я фактически начал это делать. То, что я рассказывал в прошлом месяце, то, что я делал, в принципе, ничего не поменялось. Основная моя задача, то, что я делал, и в принципе, наверное, пожалуй, единственная, я прогонял всего лишь 3 активности. Я делал активность для ретро-дропов, это был Layer Zero, это ZK Sync Era и StarkNet. Все, в принципе, больше я практически ничем не занимался. Даже если смотреть по видео, которые я выпустил на канале, то за весь прошлый месяц это всего лишь, ну, если учитывать и отчетно, это было всего лишь 8 видео. И в принципе, как по мне, это вполне логично. Я всегда говорил о том, что я не блогер. То есть, как бы не говорили, что типа записываешь видео. Нет, я просто делаю, показываю, что делаю, но это не то, чем мне нравится заниматься. Мне нравится, чтобы вообще о моем существовании никто не знал. Я просто себе делаю деньги, именно поэтому я и пошел в инвестиции. Здесь можно делать деньги, не коммуницируя с людьми. YouTube же я использую для того, чтобы у меня просто не было возможности сбиться с пути, что когда-то что-то где-то не получается. Я такой, ой, все, ну его нафиг. А тут как бы нет, так уже не сделаешь. Много людей за тобой наблюдают. И, кстати, насчет много людей. Вот в этом месяце дошли до отметки в 10 тысяч человек. Это приятно. Сейчас 10 тысяч 100 человек на канале. Вот в разделе сообщества я написал о том, что всем спасибо. 7 дней назад было как раз 10 тысяч подписчиков на канале. Это прикольно. Но, как и все каналы, которые растут медленно, аудитория не самая активная. Что имеется в виду? Я наблюдал за другими каналами, и сделал, что происходит. Если набор аудитории происходит быстрый, то, в принципе, человек зашел, у него остаются те же интересы. Если он, допустим, если бы я, например, набрал 10 тысяч за один месяц, то и просмотров у меня, соответственно, было бы дофига. А так, если даже смотреть вот последние видео, которые бы сделаны, 1,3, 6,4 тысяч просмотров, 1,9, ну, как бы явно на 10 тысяч не дотягивают. Как раз все потому, что все происходило максимально медленно. То есть, я все это время держу себя в фокусе. Как только происходит, что рынок идет вверх, бауц происходит, бум, куча народа сюда заходит, и также спокойно и уходит. Так и получается. Есть подписки, но аудитория не самая активная. Подписались, потом, ну и вы нафиг эти инвестиции, ничего не происходит. И я сейчас расскажу по моему портфелю. По портфелю изменений практически нет. Они даже минусовые, потому что в этом месяце рынок малость просел. Значит, всего я решил сделать 100 тысяч за 2 года. Прошло 16 месяцев, впереди еще 8. По сумме, которую я изначально вложил, 981 доллар, ничего не меняется, ничего я внешне не добавляю. Теперь смотрим на сам портфель. В прошлом месяце было немного больше 5000, и это на этот раз просела часть та, которая волатильная. Именно они просели. По стейблкоду никаких изменений я 1000 отложил на какую-то возможность, если что-то интересное, какая-то монета просеет, чтобы ее откупить. Но сейчас хоть и рынок просел, но он просел недостаточно, чтобы я что-то там стал откупать или еще делать какие-то действия. То есть это все длинная история. Когда цифра увеличилась до вот этой цифры, которая есть сейчас, именно вложенные средства, то, конечно же, интерес у людей возник, как ты это сделал, давай тоже так делать. Но сейчас ничего визуально, кажется, не происходит. Но на самом деле, сейчас именно то самое время, когда самое интересное и происходит. Просто деньги будут в будущем. И вот в этом будущем, опять же, будет куча людей, которые спросят, а как ты это сделал? Но я всегда максимально все дирсифицировал. Получается, когда у меня была возможность зайти более крупной суммой, я всегда захотел небольшой суммы для того, чтобы просто много не потерять. Ну, все-таки инвестиции – это риск. А теперь я смотрю немного иначе. На текущий момент уже есть достаточно опыта, чтобы понять, где максимальная вероятность того, что можно заработать, а где максимальная вероятность потерять. И вот там, где большая вероятность потерять, да просто тупо не лезу вообще или лезу совсем до какой-то небольшой суммы. А там, где вижу, что вероятность заработать больше, туда вкладываю больше. И поэтому сейчас наша основная идея – это то, что мы с партнерами делаем активности для ретродропов. И на этом у меня основной упор идет. В предстоящий месяц, вот нынешнем, я собираюсь по ретродропам доделать столько аккаунтов, сколько я сделал. В принципе, и собирался по LayerZero, ZikaSync и StartNet. И на этом можно будет не то, что закрывать лавочку, но я посмотрю, чем заниматься дальше. Накопилось достаточно материала для того, чтобы отснять видео, чтобы показать какие-то интересные моменты. Но, честно, у меня мотивация это делать не намного больше нуля. Просто получается, вся вот эта тема блогерская, они зарабатывают на том, что делают много рекламы. Практически все ролики рекламные. И тогда это деньги. Да, оно так. Но еще эта реклама-то выглядит как личная рекомендация. За это готовы хорошо платить, и можно круто зарабатывать. Но я не могу себя заставить кого-то обманывать. Поэтому для меня YouTube довольно-таки бесполезная штука. Соответственно, и мотивации снимать там каждый день или там, ну, как-то никакой. Поэтому время от времени просто самое интересное показываю, как вот, например, было в этом месяце. Ну, в этом месяце как раз было прикольно. Я рассказывал реально о прикольных вещах. Поэтому буду продолжать в том же духе. Видео будет немного, но они будут только те, которые я считаю, что максимально интересные. Ну, и вот что интересно. Несмотря на то, что я говорю, что видео я выпустил немало, но в Телеграме вся активность, она остается, и она только нарастает. Здесь в этом месяце было реально, смотрите, за месяц довольно много всего. И причем я не пощу какую-то фигню, типа, ой, там кто-то в Китае сейчас возьмут и опять разрешат криптовалюту, и вот мы с вами заработаем 3%. Да ну херня это все. Здесь именно реально интересные вещи. Поэтому на Телеграм подписывайтесь. Отсюда я не пропадаю здесь. Я собираюсь оставаться и дальше. Поэтому, в принципе, в Телеграм переходите. Ссылки в описании. И, в принципе, если вам интересно, посмотрите, я все-таки за 2 года сделаю эти 100 тысяч долларов, а я их наверняка сделаю, то подписывайтесь на меня в Телеграме. Самое интересное здесь. Ссылки в описании. На этом спасибо. Спасибо, что меня смотрите. Особенно те, кто давно смотрят. Это мне очень и очень приятно. Так что давайте двигаться вместе. И вот это вот затишье, которое время от времени происходит, не обращайте на него внимания. Знайте, что впереди все будет. Поэтому спокойно идем по своей стратегии и все у нас получится. На этом у меня все. Всем добра, всем профита. Слава Украине!